Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой важной теме, как переключение внимания. На самом деле это интроверсия и экстраверсия. То есть когда мы можем смотреть и внаружу, и вовнутрь. Существуют на самом деле люди, которым сложно посмотреть вовнутрь, то есть соприкоснуться с какими-то своими зарядами, то есть чувствами, и рассказать о них. У них возникает при этом какое-то недоверие, страх, отвержение. То есть это на самом деле области подавленности. Существует и другая проблема. Бывает наоборот, люди фиксированы в своих эмоциях, и они могут часами говорить о какой-то проблеме, плакаться, то есть рассказывать, рассказывать, и при этом не будет наступать какого-то, ну скажем, облегчения, которое могло бы возникнуть, если бы действительно человек посмотрел на это и вышел из этого. Таким образом возникает то, что человек не может переключать внимание, то есть как вовне, так и внутреннее внимание. То есть когда мы говорим о внимании, я имею в виду единицы внимания, то есть способность смотреть на что-то. Когда я смотрю, например, на солнце или на стол, это я смотрю глазами внешнее. Да, а есть внутреннее внимание, когда я внутренне смотрю, например, на какую-то область ума, что там произошло со мной вчера, как я, например, вчера ходил на море, как я купался. То есть это внутреннее внимание, это картинки, которые есть внутри меня. Но вот когда у человека, например, какие-то болезненные очень картинки, то внимание этими картинками сковывается, и человек начинает их просто драматизировать. То есть он начинает говорить, как это все плохо, начинает проявлять эмоции, говорить, говорить об этом, и все. На этом ничего не происходит. Хотя, если бы провести человеку процесс, то есть в действительности проработать это, то у него бы внимание, соответственно, исцелилось. То есть оно бы перестало залипать в этом вот в прошлом. И как раз вот такой процессен сейчас я и провожу людям. То есть я помогаю человеку убрать внимание с тех случаев, где оно зафиксировано. Где оно там в прошлом зафиксировалось, и человек не может выйти. Соответственно, у него уходит эта фиксированность и эти болезненные ощущения. То есть вот эти эмоции боли, страха, гнева и так далее. То есть все эти эмоции исцеляются. И второй момент – это процессы, которые направлены, чтобы переключить внимание человека на внешнюю среду. Это такой процесс ориентации. Когда, допустим, мы гуляем по городу, ну, в общем, на свежем воздухе, я прошу человека посмотреть на какой-то объект, на дом, на дерево, на озеро. Или на какой-то там велосипед или человека проходящего. То есть я переключаю его внимание на внешнее. И, конечно же, когда человек вынимает внимание из своего ума, он учится им управлять. То есть вот это вот переключение внимания дает возможность человеку управлять своим вниманием. То есть он смотрит, я ему даю подтверждение, говорю спасибо. Говорю, посмотри теперь там на этот камень. И таким образом мы делаем процесс, пока человек не исцелит свою способность управлять своим вниманием. То есть внутренне мы удаляем негативные заряды, которые скобывают внимание человека. И он становится таким целостным. То есть у него возникают положительные восприятия. Он становится свободным в этом. А потом учимся управлять вниманием внешне. То есть посмотри на это, посмотри на это. И человек таким образом учится управлению, достижению. И самое главное, у него внимание тоже высвобождается. Также очень полезным будет процесс создания. Когда у вас есть что-то, что вы хотите, допустим, поэкспериментировать, создать в своей вселенной, то вы просто закрываете глаза, создаете какое-то пространство, в котором вы будете экспериментировать. Это, кстати, очень хорошо показано в фильме «Матрица», где Нео и Морфеус тренируются в белом пространстве. Там вы можете создать все, что угодно. Но создавайте образы не те, которые есть в физической вселенной, а так, как вы бы это хотели делать. Кстати, этот момент объясняется в фильме «Внедрение», то есть «Инцепшн» на английском, который вы тоже, вероятно, смотрели. Он такой тоже очень духовный фильм, сродни фирму «Матрица». И когда вы создаете что-то, создайте это таким, каким вы видите. Создайте кошку, покрасьте ее в розовый цвет, потом можете заставить ее ловить мышей, потом пусть мы мыши гоняются за ней и ловят ее. Экспериментируйте, создавайте то, что вам нравится. И такой процесс созидания, конечно же, будет вам на пользу. Вы научитесь создавать то, что действительно важно для вас, и то, что не является частью физической вселенной. Вот об этом я и говорю. То есть такой процесс поможет вам увеличить свою осознанность и способность управлять своим вниманием. Когда вы закончите, просто рассоздайте эту кошку, это пространство и завершите процесс, когда вы наэкспериментируетесь и почувствуете увеличение способности к тому, чтобы начинать, изменять и заканчивать что-то в своей собственной вселенной. Вот на этом, друзья, на сегодня я буду заканчивать. Конечно же, ставьте «нравится» этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и колокольчик для напоминания новых видео, которые выходят у меня практически каждый день. И буду рад, если поделитесь видео с вашими друзьями. А все контакты под этим видео мои можете писать мне, добавляться в друзья. И я открыт к общению. Вам счастья, гармонии, осознанности и до новых встреч.